Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится за 18 декабря 2018 года. И вот наше объявление. Вот три видеоролика можно посмотреть. Теперь читаем. Дмитрий пишет. Благодарю за доверие, Игнатий Тихонович. 28 декабря рассчитаюсь. Фото платежей направлю, как и в прошлый раз. Спаси Христос. Учера я получил от нас книги. Новый завет. Полное толкование с апокалипсисом. Трехтомник. И к истинному православию. А тут, видимо, денег нет. Но уже друг друга знаем. Порядок один, что должен человек оплатить, квиток прислать, фото платежей. А тут не могу. Ну, я делаю. Благодарю, что доверили. Я говорю, уже послали. Можешь следить за этим. Специально номер идентификатора. Марина пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сегодня во время утренних молитв, утренней, наверное, молитвы, постоянно мысль про Надежду Васильевну приходила. И какое-то внутреннее беспокойство. Это Марина Христенко. Передавайте ей от нас привет. Привет тебе. Вашей доброй, сердечной и душевной жене. Да хранит вас Господь. Это с Полиной была. Я отвечаю. Спаси Христос и вам мои лучшие благ и радости во Христе. Марина, слава Христу. Евгений пишет. Статья Андрея Кураева. Наши люди в Киев-Вуде. Ну, дальше прочитайте. Наиболее вероятный кандидат на пост предстоятеля Автокефальной Православной Церкви Украины, ПЦУ, созданная на Объединительном соборе в Киеве 15 декабря. Митрополит Волынский Луцкий УПЦКП Михаил вынужден был снять свою кандидатуру на выборах предстоятеля под давлением патриарха Филарета Денисенко. Некоторые подробности драмы, развернувшись за закрытыми дверями храма Святой Сапии, рассказал 16 декабря и о конкурент делегат соборов от Волынской епархии УПЦКП, депутат Волынской областной ради Микола Булига. Ну и дальше прочитайте, по его словам. Меня-то совершенно неинтересно, но никакого значения этому не придаю. Все это пустое, к спасению не относятся. Патриарх сказал, да патриарх умрет, ничего и нет. Вот так, пришел президент, а мы давай уговаривать патриарха. Он говорит, если так, то я вот так сделаю, то есть не по его, если будет. Ну и тот первый набрал голосов больше всех, и он снял свои. По мнению Миколы Булиги, патриарх Филарет проявил себя как политикан. Президент проявил себя как государственный муж, поскольку он не мог потерять томас для Украины. Президент вынужден был умолять владыку Михаила, чтобы тот отрекся. И владыка проявил мужество и государственнический подход. И для того, чтобы Украина не потеряла томас, снял свою кандидатуру. Томас. За значение, а какое это значение? Как Евангелие? Да никак. И дальше я хотел показать. Вот русская народная линия. Православие, самодержавие, народность. В московском встрече Златоуста из Потеряевки Игнатия Тихоновича Лапкина. Югумен Кирилл Сахаров. Русская народная линия. Вот показали, я стою тут. Пробудившись по сигналу, как обычно, в 6 утра выглядываю в окно. Мне приветливо машет пожилой бородатый мужичок в сапогах и картузе. Игла. Игнатий Тихонович Лапкин пожаловал в Москву. Рядом привязанное к дереву собака. Чемпион Сибири, а потом Россия. С гордостью, говорит Лапкин, без нее в наших миссионерских поездках никак нельзя. Так как мы обычно ночуем в поле, вдали от дороги, нужна охрана. У нас очередная миссионерская поездка в Европу. Греция, Франция, Германия, Англия, Испания, Португалия, Турция, Италия. На обратном пути страны Скандинавии и Прибалтики. Это будет самая длительная, дорогая и сложная поездка. В наших планах передача комплекта книг римскому папе и английской королеве. Последняя наша поездка продолжалась 13 дней. Мы преодолевали по тысяче километров в день. Ложились отдыхать в 22.00, а вставали в 02. В некоторых епархиях были сложности. Блокировали возможности передачи книг в библиотеки. Кто блокировал-то? Попы. У Лапкина 38 томов собственных сочинений по 750 страниц каждой. Ответов на 4124 вопроса. Проповеди, стихи. В каждом томе около 3000 ссылок на Библию. 30 тысяч Евангелий было распространено по Алтаю. Это столько квартир надо было пройти. Общее количество часов на диктованных материалах – 2500. В интернете размещено 1700 видеороликов. Игумен Кирилл. Ну, а сейчас 13 400. За это время у нас. Мои книги переданы в 440 библиотек. Имеются у Патриарха и Президента. Ну, и в Москве, в библиотеке Ленина. В исторической библиотеке и в парламентской. В Москве в трёх местах. Вот недороги-то гоняются за нами, но оттуда вытащить они не могут. Оттуда даже Президент не может убрать. Игнатий Тихонович прочитал несколько своих стихов. Почти на каждую строчку даётся ссылка на Священное Писание. Вот несколько запомнившихся строк. «Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе». Михея 3.9. «Размолоти преграды прилживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте». «Евангелие» – вот единственный отвес. Это я мог бы сейчас тут зарядить, показать. Называется «Строительный отвес». Вот зарядите, и там Виктор Николаевич поёт это стихотворение. Очень касается. В храме деревни Потеряевка, который Игнатий Лапки начал восстанавливать вместе со своим братом отцом Иоакимом, поминают за богослужением только приорарха русской зарубежной церкви, митрополита Илариона. Патриарха поминают, когда приезжает служить местный архиерей. «В молодость я служил в морском флоте МФ. Теперь у меня другой МФ – молитва и форум. Моё правило – семь раз в день вставать на молитву, сопровождаемой сотней поклонов». Игнатий Тихонович просит поехать с ним и его спутниками в визовой центр. Затем в посольство Великобритании. Устоять перед его напором было невозможно. А главное – нужно помогать людям. «Стоим в коридоре на втором этаже визового центра. Игнатий, надо помолиться об успешном решении вопросов». И сразу начинает импровизированно молиться. «Я усомнился в возможности благополучного разрешения возникшего затруднения. А Игнатий, всё зависит от Бога, который сказал, «Мои пути – не ваши пути, мои мысли – не ваши мысли». Он настойчив, нам нельзя уходить. Нужно получить паспорта, иначе будем ночевать здесь». Из визового центра нас направляет в британское посольство. Для получения визы необходимо ответить на 104 вопроса. «Слава Иисусу Христу!» Это отец Кирилл Сахаров пишет. «На моих глазах разворачивается захватывающее действие, в центре которого Лапкин, тесно, неформально общающийся с сотрудниками, опираясь при этом, как всегда, на Слово Божие. Результат обнадёживает». Немного отойдя от знания посольства, Игнатий Тихонович творит благодарственную молитву. «Живой Бог откликается на живую молитву», – говорит он. Ещё цитата из Библии. «Когда пути человеку угодны Господу, то и врагов его он примеряет с ним». 10 июня Игнатию Тихоновичу исполняется 75 лет. Ну, а теперь уже 85 лет назад было. Он, за спиной которого пять тюрем, 26 лет преследования социальной психиатрической медицины, говорит, «Надо жить азартно. Интересно. Я фанатик. Люблю жить на пределе». Далее. «У меня врагов в уйма, а друзей ещё больше». Цитирует из книги пророка Иеремии. «Я хотел молчать, но внутри меня, как разлитый огонь». Интересный был рассказ об обращении одной баптистской семьи. Её члены никак не могли совершить решительный шаг в сторону православия. Спрашивает их, Лапкин, «А вы что, разве приняли печать на лоб и правую руку?» «Нет, нет». «Запротестовали они». «Тогда перекреститесь». Они перекрестились. Он говорит, «Ну, вот вы и православная». Действительно, совершениями крестного знамения явилось как бы прорывом к православной церкви. Заметил, Игнатий, ошибки в евангельских цитатах, развешанных в нашей трапезной-то. При этом и обличил, «Эй, если так долго эти ошибки не замещают, значит, у вас недостаточная любовь к Слову Божьему». Лапкин – противник спекулятивных мудрований по священному Писанию. Его правила, чего и в Библии нет, о том не рассуждаем. Всё нужно рассматривать во свете Библии, при том это слова Иоанна Златоуста. Под влиянием его бесед в местах заключения многие обращались к вере. Среди трудов Игнатия Тишина Лапкина симфония на книгу правил. Но 11 неканонических книг на Житие Святых. Главная тема его выступления – рождение свыше и водительство Духа Святого. Очень важно быть свободным во Христе. Это великое благо, когда ничто тебя не препятствует благовествовать о Христе распятом и воскресшем. На проповеди необходимость человека задеть за живое, то, что ещё не омертвело, с тем, чтобы это живое вытеснило омертвевшее. Я помню, когда каждое воскресенье выступал с толкованием молитвы Царю Небесной. Произнес 60 проповедей по 20 минут каждая. Какая же в ней глубина? Не воскресенье, а во вторник и пятницу. В пятницу. Это было в университете. Занятия шли в университете. Но ошибка ни к чему это не приводит. Одна из бесед этой Лапкина была на слова Христа «Придите ко мне, все труждающиеся и обременённые». Божий призыв «Придите!» встречается в Библии 1700 раз. Благодаря его миссионерским усилиям к православию обратилось несколько известных протестантских служителей, ставших хорошими священниками с прекрасным знанием Библии. Одна из работ Игнатия Тихоновича посвящена главной книге мусульман Корану. Каждый его стих, то есть сура и аят, был рассмотрен во свете Библии. Изучение Библии он посвятил более 50 лет. Доходило до того, что спал он не более двух с половиной часов. Я никому не подлаживался. Старался слушать только голос Бога, звучащий в священном писании. Много пришлось ему полемизировать с различными сектантами, а сегодня в мире их насчитывается 21 тысяча различных сект. Защищая иконопосчитания, он апеллировал к тому, что Христос Иерусалимский храм назвал «домом моего отца», а в нем были изображения. Игнатий – противник ажиотажа вокруг чудес и реликвий. Главное чудо – это воскресение Христова. Но вот так Христос сказал, не будет другого чуда, кроме знамения его на пророка. Видя его огненную ревность, власти никогда не пытались склонить его к сотрудничеству. Вот это тоже интересно. Кого бы ни спрашивал, Глеба Якунина, Дмитрия, Дудкова, Зоя Крахмальникова, ну, я знаю, баптистов, всех, всех склоняют. Видя его огненную ревность, власти никогда не пытались склонять его к сотрудничеству. А почему? Он у меня первый допрос, а я его обращать стараюсь уже, ему говорю. Ему нет, он даже забыл, зачем он здесь. Резкой критике он подвергает практику обливательного крещения, находящейся в грубом противоречии с церковными канонами. Феноменальную память цитирует сотни библейских текстов с указанием книги, главы и стиха. Он унаследовал своего отца, который, будучи пастухом, знал по имени несколько сотовец колхозного стада. Не по имени, а по виду. Он не смотрел даже на пятна какие, не знаю, как это. Я рос, как дичок, не заканчивал никаких вузов, ни светских, ни духовных. В это мое преимущество, так как я не испытал никаких тенденциозных, субъективных, не основанных на слое Божьем влияния. Мы услышали проникновенное духовное песнопение, сопровождающееся припевом. Он нас делал родными, он нас делал друзьями, дал нам новое имя, назовут христианы. Общаясь в течение нескольких десятков часов с этим русским самородком, я думал, горит ревностью. Огненный человек, прекрасный знаток священного писания, дает мощный импульс к его познанию и любви к нему. В течение нескольких десятилетий дебюдирует вопрос о недопустимости обливательного крещения. То, что сейчас во многих местах стали строить баптистерии, во многом его заслуга. Прекрасно обосновывает необходимость общинного устроения, десятины, миссионерского служения и так далее. Совершенно бескорыстен. Говорит, невзирая на лица, о руководстве столько Словом Божьим и церковными канонами. Достаточно критичен к некоторым явлениям церковной жизни, что дает импульс к исправлению недостатков. Безусловно, серьезно встряхивает. Не дает покрываться плесенью и обрастать мхом. Кирилл Сахаров, игумен. Рахиль. Ой, как вы правы, Игнатий Тихонович. Я вчера Сюлия Долбнева и говорила по скайпу. Хотела только узнать, как она поживает. А она сходу начала меня учить, тому, что я из ваших источников уже узнала. Ну, конечно же, с искажениями сектантскими. Это и правда. В пропасть они ушли. Господи, помилуй. Один пишет. Сэм. Это наш старец Клеопа. Батюшка его пропасть считал. Он девять лет подвязался в лесу, в землянке. Ему являлись бесы. Его спрашивали ученики. Но он не особо хотел много рассказывать, но иногда говорил. Вот когда живешь в миру, дьявол приходит через человека, через книгу. А там он сам является, дьявол. Он один. Старец был ревнительского духа. Так особо не цаскался, как некоторые сегодня. Он был знаком со святым и усинным поповищем. И вместе молились. Начал он на нашускую жизнь, будучи щебаном. В монастыре овечек пас. Когда нужно было избрать нового игумена в монастыре, уходящий от болезни игумен, сказал братьям, чтобы те избрали Клеопу. Братья же начали негодовать. Как так? Этот неграмотный пастух будет нами управлять? Когда же он явился перед братьями? Болезнию и игумен попросил, чтобы Клеопа сказал слово о духовной жизни. Когда же он начал говорить? Вся братья они имела от удивления. Вот это да! Галина Влеське. Мир вам! Непонятная эпитемия на отлучение от всех тайн церкви Сергея Игната, Суглидара есть. Но он желает причащаться? Это напоминает тех святых божьих мучеников, которые по своему желанию шли на казнь, без вынесенного приговора от властей. Но всякая власть от Бога нарвался сам на эпитемию, так и радуйся и благодарит Бога за очередной наш ждак своей души. Смирение выше всех благ. С Богом! Я отвечаю. Полагаю, что в данном случае все здесь сказанное вам, и сестра Галина, указывает на то, что вам неизвестна истинная причина отлучения Сергея. Сергей, ни на какую эпитемию не нарывался, как вы изволили сказать. Тут просто буйствуют вероотступники попы. И они нарываются на гнев Божий, на неправильное прещение эпитемии. Сергей принял истинное крещение, а попы кощунствуют с этим великим таинством, не погружают трижды в воду, а мокрой ладошкой лишь касаются головы крещаемой ничего более. За истинное крещение у истинного пастыря этот кощунник поп на погрязчем во всех ересях Украины-то, который отлучает его за исполнение святых повелений господних и правил канонов святых соборов будет сурово прижат к этим развалинам беззаконных своих дел. Незаконное отлучение падает на отлучающего, а если иначе, то права Изавель, а не на Вуфей. Вот я хочу из священного писания показать, ну, надо просто знать, где написано и о чем речь идет. И сказала ему Изавель, 3-я царь, 21-7, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник на Вуфея израильтянина. И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью и посылала эти письма к старейшинам и знатным, в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она написала так «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. Против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали «Ты хулил Бога и царя». То есть, конечно, ничего этого не было, это все придумано, это никак нельзя понять. И потом «Выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужик города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им изавель, так, как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост, посадили Навуфея во главе народа и выступили два человека негодных и сели против него и свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народом и говорили «Навуфея хулил Бога и царя» и вывели его за город и побили его камнями и он умер. Но он нарвался, так получается. И далее я привожу Второзаконие, девятнадцатая глава, шестнадцатый стих. Но тоже не каждый человек это знает, откуда берутся. Но это и канон церковный есть. Если солгал, то же самое правило на него в Второзаконии девятнадцатая шестнадцатая «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба си человека, у которых тяжба перед Господа, перед священников и перед судьей, которые будут тени. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель, тот свидетель ложный, ложный дойдет на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя». То-то тогда уже не было. Было раньше судья, если вносил смертный приговор, то сам должен был его и зарезать. Иисус Христос говорил по такому поводу так, Иоанна 18, 23. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? И вот здесь пусть они покажут. Итак, Экклесиаста 8,11. «Нескоро совершает сосуд над худыми делами, от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Яков 24. «То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь судьями с худими мыслями?» Вот что свидетельствует нам жития святых. 19 января Макария Александринский увидел пресс-фитера, у которого язык был виден с затылка. Так проказа село все у него. «Узнать причину желаешь? Перестань служить литургию, ибо ты служил после блудодеяния. Будешь здоров и живи мирским человеком». 1 сентября Семен Еродивый в пресс-фитера вошел бес за то, что он слушал клеветников и отлучал несправедливо. И так это просто все. Даниила 13,5 «И были поставлены два старца из народа с судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом-то». Псалом 57,3 Притом тут никак нельзя, потому что я открываю места Писания прямо дословно. Псалом 57,3 «Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы сглодеяния рук ваших на земле». Сергей Егорович поступил как истинный ревностный христианин-подвижник. Он ради спасения своей бессмертной души восприял истинное крещение и стал чист. А разрушитель канонов и сказитель таинств попал под канон святых апостолов. Апостольское правило 50-е гласит «Если кто, епископ или пресс-фитер совершит не три погружения единого тайного действия, но одно погружение, давая ему смерть Господню, да будет извержен. ибо не говорил Господь смерть мою крестите, но идя научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Эта эпитемия за погружение единое. А тут вообще нет ни единого почти на всю Украину. Итак, кто же напоролся? А таких горе-пасторах священное Писание грохочет. Ну, я показываю, какие места там без священного Писания. Вот. Надо просто внимательным быть к ним, поверить, что именно так Господь учит. Иеремия 22,17. «Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти, их пролить и невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Даниила 13,53. «Производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдая виновных, тогда, как Господь говорит, невинного и правого не умерщвляй». Даниила 13,62. «И поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисеева и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная». Сергей же сможет возвысить голос свой и сказать Ева 33,9. «Чист я, беспорока, невинен я, и нет во мне неправды». Ереме 48,10. «Проклят, то дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Дорогая сестра Галина, «Не попадите под проклятие Господне, возлагая вину на невинного за соблюдение братом Сергеем святых канонов, так люто наказанным безумствующим попом». Галина к его приходу. Но мы с вами будем свидетелями конца мира с иной стороны. Спаси Христос! «Мир всем виртуальным друзьям!» 30-31 мая, 1 июня состоится встреча православного проповедника Игнатия Лапкина в городе Москве со всеми желающими. Место, которое посетит Игнатий, а также контакты этого места, можно увидеть тут. Это храм на Берстеневке в Москве, недалеко от Храма Христа Спасителя. Возможно, снять видео, задать вопросы. Владыка Максим находит Потеряевку 25-го 2013-го. 19 мая епископ Барнаульский Алтайский Максим, несмотря на дождевую и ненастую погоду, прибыл в деревню Потеряевка по приглашению прихода святого Анфима Некомедийского, настоятелем которого является протеерей Аким Лапкин. Была совершена божественная литургия, которую возглавил преосвященнейший владыка Максим. Ему сослужили протеерей Аким, секретарь епархии Ермонах Филарет Бердиков, благощинный родинского округа Ирея Олег Лилюк, клирик Покровского кафедрального собора Барнаула Ирея Артемия Адодин, Якон Тимофеев Самодинов. Богослужение принимала участие группа воспитанников Барнаульской духовной семинарии. После божественной литургии владыка обратился к прихожанам со словом «Возлюбленное Господи Всечестные Отцы». Ну, дальше вы просчитаете здесь Просчитайте Гречево Потом Атисаким обратился Вот Сколько мест я выбрал Ну и Попутно Показать наши ресурсы Вот Мой Мир Я Очень Люблю Его Очень Ой Он Хороший Такой Дальше Ленточный Вот наш Православный Форум Игнатия Лапкина Что У нас Вчера Было Посещаемость Какая Сейчас Мы Посмотрим Ну Либо Открыло Только Как Долго Крутит На Одном Месте Вот Она Нашла 377 Человек Вот Она Где 377 Человек Это На Форуме Ну И потом У нас Большой Православный Видеоканал Ютуб 13400 Видимо Столько Уже Там Видеороликов Вот Ну И Сегодня Вот я Выставил Некоторые Ролики Показать Какая Посещаемость Воспоминания Об отце Тихоне Дмитриевич Лапкине Вот Так 108 Один Час Назад Это Для нас Много Уже Считается Вот Так Ну И Большой Православный Библейский Сайт Все В нем Есть Здесь И На Этом Сегодня Конец